Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим пьяного барашка на соломе. Сейчас вытянули лица и спрашиваете меня, что за фигню ты несешь? Да, мы сегодня с вами приготовим блюдо, которое было в нашем ресторане в Ирландии. Было очень популярно. Это был барашек, ягненок. Вот, посмотрите, замечательные кусочки. Корейка. Самое мягкое, самое вкусное мясо. Мы его с вами пожарим на сковородочке, и очень много будет использована вина, поэтому он был пьяный. Мы с вами сегодня будем использовать итальянский соус, приготовленный вот с использованием нашего свежеприготовленного сыровяленого бекона. Как его приготовить? Вот, посмотрите. Готовится достаточно просто. Единственное, что, конечно, почти две недели нужно ждать и готовить его. Но, тем не менее, вы не разочаруетесь. Это прекрасный, очень вкусный продукт. Новый овощ, который мы с вами еще не готовили, это покчой. Его называют еще китайская капуста. Ну, вы знаете, я бы не стал его называть капустой. Конечно, что-то отдаленное есть капустного вкуса. Но вообще этот овощ, я считаю, он может существовать как сам по себе. Он имеет и обладает уникальным, выразительным, очень вкусным, деликатесным вкусом. Сегодня мы с вами его тоже приготовим. Посмотрите, как я его буду готовить, моя версия. Первым делом необходимо обсушить нашего барашка. Мясо должно быть сухим, иначе не получится хорошей, красивой корочки. В контейнер. И специи будем использовать пока что. Только оливковое масло. Для чего нам нужно? Оно сделает мясо мягче. И предотвратить его окисление. В контейнер закрыли крышечкой, убрали в сторонку. Греем небольшой сотейник, нареждаем наш бекон. Так, этого достаточно. Ох, какой запах! Мы его коптим на балконе, и у нас он получается невероятно вкусный. При этом, о, видите, какая красота. Сыровяленые, сырокопченые, вот такие деликатесы. Конечно, это украшение стола. Соус будет супер простой. Готовится быстро. Вообще, ресторанные блюда, они должны быть эффектными, вкусными, сбалансированными. Но готовятся буквально в течение 10-15 минут. Не более. Вперед. Большой зубец чеснока, ну или два зубца чеснока, пол луковички, этого достаточно. Все это будет наш соус. Масла не добавляйте, потому что у нас с вами все-таки весь бочок, он достаточно жирный. Вот этого будет достаточно. Снижаем огонь и на маленьком огне томим. Свежий тимьян. Обычное белое столовое вино. Снижайте температуру, закрывайте крышечкой и даете потушиться буквально минут 5-7. Так. У меня прошло минут 7. Видите, подрумягилось. Вся эта история. Добавим еще немножко линца. Вот, 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 какая красота какая, видите, как поджаривается. Цвет какой получается. Ну и в среднем стакан томатного пюре. Сейчас доведем до кипения и уже будем доводить на вкус. Соль, перец, ну и все остальное. Дело в том, что у нас с вами бекон соленый, поэтому я не тороплюсь солить. Пока готовится наш соус, мы с вами подготовим пукчоя. Замечательный овощик, просто замечательный. Я его очень сильно люблю. Мы его часто в ресторане используем. Его можно кушать сырым, готовить из него, жарить, парить, в общем, все, что угодно. Так. Вот такой вот он красавчик. Мы также будем ее жарить на сковородке. Вот это у меня бальзамический уксус. Можете использовать яблочный, винный уксус, какой есть, одним словом, чуть-чуть. Соевый соус, буквально по чайной ложечке на каждый. Оливковое масло, экстра вирджин. Чуть-чуть перчик, немножко соль, чуть-чуть сахар, чили. Вот так вот. Вот такой замечательный маринад. Оставляем буквально на минут 10. Кстати, почему не спрашиваете по поводу сена? Что за сено мы будем использовать? Ха-ха. Это будет картошка фри. Опять картошка фри, но уже по-другому. В прошлый раз мы с вами сделали спиральку. В этот раз мы сделаем с вами такую очень-очень тоненькую картошечку, которая будет идеально с различными стейками, рыбой, вот с нашим блюдом. Или даже просто с пивком. Посолили, поперчили. Ой-ля-ля. Очень-очень вкусно. В сторонку наш соус закипел. Теперь будем пробовать. Немножко черного перчика, солька, чайную ложечку сахара. Я добавлю немножко обычной воды. И немножко добавим чили перца для остроты и для характера. Немножко, немножко. Да вот, совсем чуть-чуть. Хвостик. Кстати, этот перец, он не сильно острый. Это средняя острота перец. Вот маленькие такие чили перцы, да, они острые. А этот, он будет приятно согревать. Вот так вот. Ну, при этом он, конечно же, даст вкус. У него очень выразительный аромат и вкус. Еще чуть-чуть сахара. Немножко сахара. И граммулечку соли. У нас с вами соус получается фактурный. Свинина копченая. Она будет замечательно сочетаться с бараниной. Все, наш соус готов. Закрыли в сторонку. Как я и говорил, сегодняшнее блюдо готовится очень и очень быстро. Я поставил две сковородки. На одной буду жарить покчей, на другой буду жарить мясо. Фритюр в среднем где-то полтора литра. Сам ковш у меня пять с половиной литров. Много масла не наливайте. Я ставлю его греться на другую плиту. Пока мы будем готовить сейчас мясо и овощи, наш фритюр подойдет. И мы потом сразу пожарим картошечку фри. И буквально все горяченьким с пылу жара подадим. Кстати, вы помните, я вам говорил, что все горячее, но необходимо подавать на горячем. Холодное на холодном. То есть десерты вы подаете на холодных тарелках, а горячие блюда на горячих. Поэтому я вам всегда рекомендую, чтобы добиться вот этого профессионального уровня подачи, сервировки, свои тарелки перед тем, как подать своим гостям в духовочку, включите на 80 градусов температуру буквально минут 5-7. И они будут теплые, хорошо теплые. При этом вы подадите, например, баранину или же стейк, и вашим гостям будет приятно кушать. Потому что, когда вы горячую еду, особенно, например, вот стейк или же баранину, который быстро застывает жир, он же неприятен, вы же понимаете, что это такое. Холодная тарелка, она забирает все тепло. И ваше блюдо, оно просто-напросто уже не так эффектно и не так вкусно. Немножко оливкового масла. Отправляем наш пок чой. Жарится. Опа. Все это сюда. Огонь сильный не делаем. Слегка. Закрыли крышечкой. Погнали дальше. Так. Наша баранина. Что мы с ней делаем? Просто классика. Черный перец, крупномолотый. Соль. Обильно достаточно. Особенно на жирные места. Ну и здесь та же самая история. Мясо любит соль. Поэтому можете не беспокоиться. Тем более, что, как вы видите, у меня здесь стейк очень толстенький. О, буквально 7 сантиметров. Так, все это дело вбили в мясо. Сковородка у меня идет. Вот, вот, вот. Это то, что доктор прописал. Отправляем жирной частью на сковородку. Огонь сильный не делаем. Постепенно все должно жариться. Отлично. Будем готовить по пальцовке. Прожарка баранины, идеальная прожарка, это медиум. Моя подруга, моя жена, любимая, она любит так, чтобы прожарено было больше. Например, медиум вэл, да? Да. Вот, поэтому мы будем жарить медиум вэл. Медиум вэл и медиум. Это температура 60-65 градусов. Как вы видите, я жарю на таком маленьком огне, потому что все-таки клубень у нас достаточно крупный. Вот, нам нужно, чтобы он все-таки пропарился. Чтобы он мягко хрустящий. Мягко хрустящий, да, мягко, что у нас здесь. Как ты думаешь, почему я так медленно жарю? Ну, чтобы оно прожарилось и готовилось. Да, совершенно верно. Ну, и еще вот по этой причине, видишь, жир. А, когда положу все жир? Да, да, да. Я хочу, чтобы как можно меньше было жира. Сегодня мы не будем ее готовить в духовке. В прошлый раз, если вы смотрели видео с бараниной, мы делали кусочек потолще, побольше, и доводили его в духовке. Сегодня мы не будем его доводить, мы сегодня будем его использовать, скажем, пропарку. Много-много вина, поэтому наше блюдо и называлось пьяный ягненок. Потому что мы будем добиваться прожарки необходимой именно паром. А пар будем добиваться из вина. То есть он перебрал. Перебрал, да. Он переберет, это точно. Хорошо, пока все это наша история жарится. Сейчас мы с вами начнем готовить картошечку. Терка мандолина. Натираем на терке мандолина. Картошку помыть. Отсушить бумажным полотенцем. Оно не должно быть мокрым. И погнали. Я его даже не чищу. О, красота какая. Ай-яй-яй-яй-яй. Приготовление блюда, главное что? Не просто так навалять все, что попало. А именно продукты должны друг друга дополнять, сочетаться. Положил бумажное полотенце в емкость. Сок лимона. Так, чтобы наша картошка не потемнела. Но и еще сок лимона даст кислинку, которая после жарки останется в картофеле. Все, теперь он у нас не потемнеет. Даем ему полежать буквально одну минутку. Ммм, какая вкуснятина. Так, чуть-чуть водички. Просто вода. Вино, уксус больше не добавляем. Иначе перекислим. Теперь отжимаем. Так, чтобы ушла влага в полотенце. Вот, видите, мокрое все. Так, и выжимаем настолько, насколько вы можете. Но если ее останется много, то фритюр начнет слишком активно взрываться, кипеть. А это опасно. Так, я переложил покчой в меньшую сковородочку. Не хватает у меня здесь мяса. Подрумянилось. Ну вот, ребята, все, она готова, видите? Тем более, что ее можно кушать сырой. Закрываем крышечкой, убираем в сторонку. Наше мяско. Так, отлично. Ну давай, его будем поить. Вот так вот. Щедро. Щедро, да. Продолжаем с нашей картошкой. Освобождаем ее от влаги. Вот, видите, все мокрое. Все мокрое. И еще разочек. Вот, отлично. Она у нас готова. Сейчас уже будем с вами жарить. Наша баранинка готова. Вот. Видите? Смотрите, пальцовочка. Вот она. Это прожарка медиум. Прожарка медиум. А этот кусочек я для себя. Он будет более сырой. Чуть-чуть винта. Так, хорошо. Да. Вот такой. Да, то, что доктор прописал. То, что нужно. Фритюр у нас нагрелся. Покчай готов. Соус готов. Смотрите, сейчас она будет взрываться аккуратненько. Вот так вот. Вот, вот, вот. Видите, как поднимается? Друзья, по поводу картошки, которую мы сегодня с вами жарим. Значит, помните, самое главное. Картошку нужно выжимать очень, очень хорошо. Второй момент. Масло должно быть немного. Кастрюля должна быть высокая. Жарить не более двух-трех картошин. Потому что, как вы видели, пена у нас с водами поднимается. Вот. Вот смотрите-ка. Вот так канал. То есть она может перелить, я хочу сказать. Ну, конечно. Тем более, что если у вас плита будет не электрическая, например, газовая, то у вас просто будет пожар. Поэтому делайте кастрюлю так, чтобы была бы повыше, мясо поменьше, жарьте так, чтобы прям вот совсем немножко. И картошечки поручили. Ну, естественно, естественно. Дело в том, что до тех пор, пока у вас нет опыта, вот вы на меня смотрите, кажется, допустим, вам легко, да, все это быстро бам-бам-бам-бам. На самом деле у меня же огромный опыт, и поэтому я вот чувствую все ингредиенты, температуру и так далее, так далее. Все, что я делаю, делайте в два-три раза медленней и готовьте чуть-чуть поменьше. Будьте осторожны. Будьте осторожны, да. Так, ну все, жарим ее до приятного золотистого цвета. Итак, друзья, мы с вами пожарили два кусочка, да. Вот этот кусочек поменьше, это medium well. 65 градусов внутри должен быть. Это medium. Внутри он должен быть у нас с вами розовый, с легкой кровью. Ну, так, до конца его. Ну вот. Вот она красота какая. Видите? Не слишком кровавая, но в то же время розовая. Вот это идеальный medium, даже ближе к чуть-чуть medium-re. Отлично. Тот кусочек я не буду резать, я его оставлю для сервировки. Мясо, как вы видите, у меня лежит на теплой сковородке. Чугунной. Чугунной. Поэтому я его буду подавать прямо сейчас. Картошечка у нас подходит. Соусик готов. Включим плиту, подогреем пук-чой. Готовим наше сено, солому. Прямо так вот на полосочки не нужно разделять тоже. Потому что его, если она будет совсем уже такими блин тоненькими, то будет сложно кушать. А так вы возьмете сразу пучочек и скушаете. Еще буквально пару минуток и готово. Так, пук-чой греется. Ой, вкусненько, боже мой. Очень-очень вкусно. Так, все, практически готово. Я подогреваю соус. Мясо у меня теплое. Пук-чой. Марика, закипел. Соронку. То есть я вам показываю оптимизированную работу. Как приготовить еду в течение буквально 15 минут. Вот все, что я вам сейчас это показал, я все, если бы не снимал, приготовил буквально 15-20 минут, не более. Все, убираем. Приятно коричневого цвета. Вот так вот. Красота. Соусик закипел. В сторонку. Вот смотрите-ка, какая красотища. Если вы собираетесь подавать такую картошечку к пиву, то сейчас нужно было бы ее припорошить, допустим, чили, паприкой, добавить немножко сухого чеснока и лука, соли. Можно запрыснуть даже уксусом. Но я этого не буду делать, потому что у меня достаточно агрессивный соус, у меня вкус мяса, покчоя. У меня много всего, я не хочу пересолить или переперчить. То есть я хотел бы добиться именно того самого баланса, о котором я все время говорю. Вот смотрите. Попробуем-ка. Давай. Класс. Сервируем. Ну, друзья, вот еще одно вкусное ресторанное блюдо. Хорошо, давайте пробуем. Наш жареный розмарин. С бараниной идеально. Как всегда, вот так вот его сюда. Давайте начнем с пук-чоя. Вот. Вот такой вот у нас с вами овощ замечательный. Он настолько благодарный, овощ. Когда вот вы жарите, добавляете какие-либо специи, типа соя, вино, соль, сахар и так далее, так далее. Он все это в себя благодарно впитывает. И потом вы, конечно, получаете великолепное удовольствие. Так, наша баранинка. Ну, смотрим. Ну, вот. Видите? Замечательный мидиум. Ближе к мидиуму вел. Для любителей баранины класс, да? Нежная. Сочная. Ароматная. Вы знаете, вот просто какая-то амброзия небесная. Ну, конечно, для любителей баранины. Я обожаю баранину. Я сам из Казахстана. Мы выросли, родились в Казахстане. Очень долго жили, там, учились. Для нас баранина это все. Канина. Многие не кушают. Вот знаменитые козы. Привет, Казахстан. Кто не любит баранину, рекомендую. Попробуйте, привыкайте. Невероятно вкусное мясо. Полезное. Оно нежирное. В нем нету много холестерина, так как в говядине. Поэтому очень-очень вкусная вещь. Вот наша картошечка. Картошечка, картошечка. Попусти картошечку. Вот так вот, прямо на нее соусик. Красавица. Да. Белиссимо. Вот с этим соусом беконным, томатным. Идеально. Вот не нужно ни соль, ни перец, ничего. Вот так я ее пожарил. Вот так она и будет хорошо звучать в этом блюде. Но если вы собираетесь такую картошечку к пиву, то, конечно, его надо придобрить. Обязательно добавить немножко сольки, перчика. Ну и тому подобное. Я уже все вам рассказал. Друзья, на этом все. Надеюсь, что вам было интересно. Вы для себя нашли что-то новенькое. Чему-то научились. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok